Что такое военное кино и антивоенное кино? Если посмотрев некоторые милитаристские кинофантазии, тебе точно не захочется на фронт, а посмотрев другую пацифистскую так называемую ленту, как-то хочется записаться в добровольцы. Как показывать войну? Кровавые подвиги, сопли, слезы, сожженные деревни, расстрелы, концлагеря – только методом Гатара. Если есть явление, которое защищено идеологической оболочкой, представьте, речь идет еще и, например, о священной войне. Если есть слишком большое явление, чтобы его можно было интеллектуально проглотить, осилить в один присест, Пользуйтесь тем, что советовал Декарт или Гадар. Нужно разбить это целое явление на составные части, осмыслить их отдельно и подробно, хладнокровно, рефлексивно, а потом сконструировать в обратном порядке. Гадар и мыслит такими категориальными сериями. Его фильм о войне – это перечень состояний войны, вещей войны, явлений войны, родов войск, военных операций, в том числе таких в действительности, как расстрел мирных жителей и прочее. Посмотрев Карабиниры, конечно, поражаешься безыскусностью. Это пятая полнометражная картина Гадара, но его любимому оператору-волшебнику Раулю Кутару как будто бы поставлена была задача ухудшить изображение. Трясущаяся ручная камера, невыгодные ракурсы, некрасивые вещи, некиногеничные объекты – в этом, кстати, проблема так называемого антивоенного кино, что кинематографическое изображение насилия все равно делает его привлекательным. Но Кутар превращает фильм в такой кинолубок. Герои тоже, между прочим, идиоты. Братья Микеланджело и Улисс, их подруги, которые заказывают на войне бикини, принесите нам такой трофейчик. Обычные деревенские дурочки. Фильм начинается с ценной вербовки. Приходят с посланием от короля два рекрутинговых агента и тонко проникают в фантазию деревенских дурачков. Даром, что сделать это совсем не сложно. «Война – это не шутка?» – спрашивает один дурачок. «Почему же это шутка?» Мы вам объясним. Во-первых, вы обогатите свой разум, посещая заморские страны. Потом вы станете богаты. Сможете иметь все, что пожелаете. Согласны. А где это взять? У врага? Вы это возьмете у врага. Не только земли и стада, но и дома, дворцы, города, машины, кино, магазины, вокзалы, аэропорты, бассейны, казино, театры, бульвары, букеты цветов, триумфальные арки, табачные фабрики, аптеки, фонари, самолеты и всех женщин. Сцена вербовки смешная, но самое в философском смысле интересная. Мы видим в ней работу механизмов захвата желания, воображения, работу такой, как говорит шишек, чумы фантазии. Когда нас куда-то мобилизуют, нас, разумеется, не прельщает перспектива быть убитым. А вот превратить войну, скажем, в такой военный туризм, посетить другие страны бесплатно или даже с доплатой, повидать, а то и изнасиловать красивых туземок, пойти в ресторан и не заплатить, это, пожалуй, интересно. На войне можно взять кассовый аппарат? Да. И старики в очках ничего не скажут? А можно сломать детям руки? А обе руки? У нас будет право вышвырнуть кого-нибудь? Разорить жилье? Сжечь город? А можно сжечь женщин? Да. А мы можем украсть шикарные штаны? Да. А если захотим, можно убивать невиновных? Да. А виновных тоже? Да. А можно пожрать в ресторане и уйти, не заплатив? Да, да, такова война. Посмотрите на то, как выглядят типовые армейские билборды. Главный герой на них – это ты, Рэмбо, плечистый, полуобнаженный, с пулеметными лентами, за его спиной прекрасные ноги и девушки, там романтические виды и пальмы. Ну, в общем, главный герой фильма, которого этого героя ожидают прекрасные приключения, и такова же, например, реклама армии Российской Федерации, которая говорит с геймерами на их языке. Онлайн. Более миллиона человек по всей России. Самый захватывающий, многопользовательский обучающий шутер за всю историю. Самая продвинутая система рангов. Сотни видов новейшего вооружения и спецсредств. Самый большой в мире выбор транспорта, включая уникальный ездовой танк. Превосходная продуманная система развития персонажа, развитие тренировочных боев и крупномасштабные сражения с живым противником, а также выполнение секретных задач на территории врага. Разнообразные потрясающей красоты пейзажи, в зависимости от задания и самая реалистичная графика. Вступай в ряды вооруженных сил России. Словом, никто не вербует пушечное мясо. И вообще война всегда видится с изнанки, с ее, как ни странно, привлекательной стороны. Как объясняет славой Жижек в чуме фантазий, война дает прибавочное непристойное удовольствие. Если на гражданке убивать и насиловать нельзя, то на войне, помните про знаменитые несколько дней на разграбление города, это как бы разрешается. Как пишет в чуме фантазии Жижек, между строк этого идеологического послания удовольствие-бонус, которое предназначено подкупить нас, если мы будем верно служить идее. Стань хорошим фашистом и смело обворовывай, бей и ленчуй евреев. Стань католическим священником, служи Богу и развлекайся с молодыми мальчиками в свое удовольствие. Женись, создай достойную семью и нет ничего страшного в небольшой интрижке на стороне. Таким образом, мы можем представить себе идеологические очки наоборот, которые бы показали этот спрятанный непристойный смысл. Например, избирательный плакат националистическо-популистской партии призывает вас пожертвовать собой ради страны. Но если посмотреть на него через очки, можно увидеть, что вы от этого выиграете. В виде компенсации за вашу жертву вы получаете в качестве составляющей вашего патриотического долга право на унижение иностранцев. И вот в «Карабинирах» Гадар показывает этот набор непристойных удовольствий, который санкционирует господствующая идеология и который осуществляет такой алгоритм подкупа желания, похищения, воображения, этого зачумления вашей фантазии, если на войне многое можно, или, например, на службе в полиции тоже достаточно позволяется, если государственному чиновнику можно безнаказанно красть, это, посмотрите на это, через такие идеи диалогизирующие очки, есть прибавочное удовольствие. В блестящем эпизоде «Карабиниров» мы видим, как конкретно работает фантазия у человека, у которого с воображением проблемы. Микеланджело оказывается в кинотеатре, и легкая эротическая сцена девушка принимает в ванну, конечно, привлекает его внимание. Микеланджело пытается заглянуть внутрь кадра, справа, слева подпрыгивает, но понятно, что операторская точка зрения другой перспективы не предполагает. Экран обрушивается, другого ракурса не существует. И вот это плоское изображение Микеланджело, это невозможность его мыслить проективно, конечно, иллюстрирует его интеллектуальную нищету, работу идеологии, которая этим пользуется, заодно, кстати, отсылает нас к эпохе немого кино. Помните истории про то, как разбегалась публика по прибытии на экран поезда братьев Лемьер? Тоже такое прибытие новой господствующей фантазии, увлекающей, берущей за это деньги, ведущей, если знаете, поэлитическую пропаганду ежедневно. И поэтому увлекать в крестовые походы провинциалов очень легко и просто, когда на плоском экране работает сила идеологического воображения, а вашего собственного иммунитета интеллектуального, вашей собственной фантазии, чтобы противостоять этой чуме, не хватает. В капитализме и шизофрении Делеса Гватари говорят, что фантазм, в том числе идеологический, никогда не бывает индивидуальным. Это всегда увлекающий групповой фантазм, заставляющий, как сердца футбольных болельщиков, биться в унисон, увлекающих в атаке из грязных окопов новых добровольцев, и поэтому такой большой групповой фантазм, фантазм большого другого большого брата быстро превращает обычных деревенских дурачков в убийц. Почитайте, послушайте письма с фронта, которые являются такими типичными для Гадара перебивками основного действия главами фильма, о чем пишут эти, вроде бы, нормальные парни, маленькие люди. Готовьсь! Раз, два, три! Иногда мы заставляем людей ложиться на трупы, тех, кого мы уже убили, и так их расстреливаем. Король требует, чтобы народ сплотился навечно перед лицом героической битвы, которую ведут его сыны на границах Европы и Океании. Еще один идеологизированный взгляд на войну состоит в том, что мы всегда воспринимаем ее как некое большое событие, столкновение интересов больших государств, корпораций, больших других на мировой шахматной доске, как представление о том, что войны выигрывают полководцы и так далее. Но без миллионов маленьких людей война немыслима. Когда мы смотрим на маленького человека, глазами Чаплина или русской литературной классики мы, разумеется, сочувствуем ему. Но если вы столкнетесь с ним на войне, если он по другую сторону баррикады, тогда, смотрите Карабинеров, вы поймете, что маленький человек это еще и маленькие фантазии, это еще отсутствие великодушия, это еще такая бытовая мелочность, когда и убить из собой, захватить с тела ограбленного и убитого тоже необходимо. И поэтому, как говорит Серж Деней, и в чем состоит метод Гадара, мы привыкли смотреть на жертвы фас, а палачей при этом видим со спины, как на картине Гойи, как, кстати, в компьютерной игре, где руки убийцы так легко превращаются в руки геймера, снабженный инструментами войны и насилия. А если посмотреть наоборот? Если воспользоваться методом Гадара, давайте посмотрим фас прямо в лицо на тех, кто расстреливает. На этих маленьких людей, у которых в руках автоматы и ружья. И тогда выяснится, что этот человек такой же, как ты. И поэтому-то страшно заглядывать ему в глаза. Можно увидеть собственное отражение. В каком-то смысле палачи самые обыкновенные люди, такие из толпы, которых очень легко увлекают эти самые общие настроения. Маленькие лавочники, которые сбираются в фашистские отряды. Маленькие расстрельные команды, которые тоже, наверное, поддерживают хороший теплый климат во внутреннем взаимоотношении. Это тоже суровая правда войны. Говорят, что война – это продолжение политики, большой политики другими средствами. Но давайте посмотрим на нее в другом ракурсе. Война – это такие маленькие амбиции, которые векторно сбиваются в целые большие циклоны. Война – это когда так просто обогатиться за счет ближнего соседа или иммигранта. Поэтому ксенофобия и шовинизм и ненависть часто идут не только сверху, но и снизу. Власть формулирует плакатными лозунгами эти настроения и сбивает в новые войны людей, которые в силу своих маленьких эмоций, маленьких сознаний, сами с удовольствием отправляются воевать. Любопытно сравнить карабинеров, героев этого фильма, с другой картиной, снятой ранее «Маленьким солдатом». Там мы встречаем Бруно, вроде бы симпатичного парня, которому по неволе сопереживаешь, он попадает в передряги, его пытают какие-то террористы-революционеры, читая при этом Ленина и Маркса, топя его в ванне. Однако посмотрите на Бруно, оценивая только факты объективно. Он агент спецслужб, он такой же фашист, только действующий на внутренней линии фронта, во время войны в Алжире, когда целую страну топили в крови, когда собственных демонстрантов в центре Парижа сбрасывали в сену черноногих, как их называли во Франции. И поэтому Бруно такой же инструмент войны, такой же маленький человек с маленьким слабым умом, которого легко использовать. От пародийного Микеланджело и Улиса он мало чем отличается. Но это не герой Чаплина и не герой Достоевского. Это слабенький ум, которого идеология очень легко в нужном направлении настраивает. Галерея «Лафаэт», «Самаритен», «Шокен» в Штутгарте, «Тиффани» в Нью-Йорке, «Распродажа», «Парусник», «Ракета «Атлас», «Подлодка», «Кельмский собор», «Суперконстеллейшн», «Замок в Блуа», «Ситроэн ДС-19», «Трансатлантические лайнеры», «Мамонты», «Бизоны», «Киты», «Пингвины», «Вараны». Итак, в «Карабинерах» Гадар пробует свой метод, который станет у него впоследствии фирменным. Структуралистский метод разбора явления, представления о каком-то явлении через призму серии, серии категорий, категории состояний войны, когда, для того, чтобы уничтожить эту идеологическую оболочку, конечно, нужно пользоваться методом просто аналитического разбора. Гадар мыслит серийно, его фильмы тоже серийны, поэтому без связи, скажем, с «Маленьким солдатом» и другими картинами «Карабинеры» понять очень трудно, и весь структуралистский период, такие картины, как ни странно, как «Замужняя женщина», «Мужское», «Женское», «Две или три вещи, которые я о ней знаю», тоже нужно сюда включать. И вот в этой последовательности, рациональности, философского рационализма а-ля Декарт ключ к творчеству Гадара. В искусстве раздражать публику, конечно, Гадар преуспел. Некоторые его картины кажутся излишне заумными, вещами в себе и потирующими публику, некоторые, такие как «Карабинеры», намеренно безыскусными и фрустрирующими публику как раз отсутствием ключевых элементов киногеничности. Но и то, и другое третье необходимо для смены ракурса восприятия. Как говорил славой Жижек, обычно мы войну и видим в двух ракурсах. Один, казалось бы, такой ложный, статистический, когда мы не видим жизни человеческих, а когда мы видим только сухие факты, сколько убили, какие территории захватили. Другой кажется правдивым, когда войну показывают из окопа, когда репортер трясущейся камеры показывает нам страх бойца, сопли, бойца раны, бойца. Но парадокс в том, что именно второй способ наиболее идеологизирован. Если используют нашу эмпатию, если нас эмоционально ослепляют, если нас заставляют, как обычно, сопереживать нашим парням, будь это футболисты, миллиардеры или парни, которые находятся на противоположной стороне земного шара, спрашиваются зачем. Тогда нас грубо используют. Когда же, вернемся к первому методу, нам показывают просто статистические, объективные факты, в каком-то смысле идеология даже и не работает. Поэтому взгляд на войну, научный, серийный, структуралистский, объективистский, гораздо более полезен, чем такой эмоциональный, с пафосом, с душевным накалом, ура-ура, давайте наших поддержим, обычный взгляд, болельщика, безмозглого энтузиаста, которого идеологи используют на раз-два. Кстати, во Франции, державе-победительнице в кавычках во Второй мировой войне, мифологизированной Францией сопротивление в действительности легко принявшей режим нации, отношение к войне, конечно, достаточно сложное, противоречивое, и часто такое вытеснение, идеологическое забвение работает защитным механизмом. В беседе с Фрицем Лангом, посмотрите фильм «Динозавры. Дитя», Гадар говорит, что за все годы не снято ни одного правдивого фильма о войне. Или это дурацкие комедии с Бурвилем и Дефюнесом, помните, косоглазых фрицев. Или, или какие-то, конечно, в духе Спилберга пафосные большие постановки, в которых, правда, искать тоже невозможно. Так вот, когда эта эмоциональная реакция, смеяться, например, или плакать нам не помогает, когда фильм не пускает нас внутрь проблемы, можно методом Спинозы не плакать, не смеяться, а понимать. Гадар показывает, что у этой проблемы есть аналитическое измерение. Гадар показывает, что в каком-то смысле войну вообще не нужно ни любить, ни ненавидеть. Помните, как в фильме «Трюкач», когда главного героя, добровольца на вьетнамской войне, спрашивают, «Ну что, понравилось тебе на войне?» И он отвечает, «А разве можно любить чуму?» Нельзя любить чуму, чуму фантазии, чуму войны, как может быть и слишком активно ненавидеть. Ее нужно понимать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ